Основан на реальных событиях. Страшная фраза, которая должна заставить вас больше поверить в то, что происходит на экране и немного насикать в штанишки, особенно если речь идет о фильме ужасов. В эти выходные я посмотрел свежий фильм, который называется Винчестер. Дом, который построили призраки и это ужасающая смешная комедия и она встречает нас вот этими словами. Тыч, всем привет. Я уже много раз давал вам понять, что таким громким фразам нельзя доверять и я уверен вы не глупые и все понимаете, но все-таки это шоу и мы здесь выясняем почему именно этому нельзя доверять. Эта история окутана тайной, но сегодня мы постараемся во всем этом разобраться, если у нас конечно же хватит смелости. Но для начала вспомним, чем же этот дом знаменит. Оливер Винчестер был американским предпринимателем, основавшим компанию, выпускавшую ружья, которую в итоге стали называть Винчестерами. Да что я вам картинки показываю. Вот этот самый Винчестер 1873 года выпуска. Вы можете увидеть его совершенно в каждом фильме вестерне. В общем эта штука очень-очень знаменита и именно она играет главную роль в этой истории. У Оливера Винчестера был сын Уильям, которому по наследству досталась компания. Этот сын женился на Саре Локвуд, которая после смерти своего мужа получила огромные деньги и начала строить невероятно странный дом. Именно с этого начинается история особняка Сары Винчестер. Сара Винчестер. Одинокая женщина, однажды обратившаяся к медиуму, который рассказал ей, что ее преследуют духи людей, погибшие от винтовки Винчестер. Из этой ситуации был только один выход. 38 лет, без перерывов строился семиэтажный дом в Калифорнии. Он был похож на лабиринт. Окна и лестницы ведущие в никуда, двери, которые открываются в стену. Все это было сделано для того, чтобы запутать этих самых духов, ведь Сара верила, что если закончить строительство дома, они ее найдут. Также дом славится тем, что там часто фигурирует число 13. Кто-то называет ее сумасшедшей, а кто-то не сомневается в правдивости ее истории. Полегче, сейчас в штаны наложу, уж очень этот парень страшно рассказывает. Наверное учился у РЕН-ТВ. Но правда ли все это? Ну вообще-то такой дом действительно существует. Сара Винчестер реальный человек, а люди, которые были в этом доме говорят, что там есть призраки. Да и как бы все равно, что они там говорят. Это всего лишь люди. Им свойственно ошибаться или врать. Вы даже сейчас можете туда попасть. Всего-то нужно купить билет за несколько десятков долларов, выслушать охренительную историю про призраков и погулять часок по дому, где каждый скрип будет щекотать вам нервы. А для особых экстремалов есть специальный ночной тур с фонариками, где только одно правило дожить до рассвета. Но когда вы из него выберетесь, вас на первом этаже и во дворе будут ждать музыка, танцы, веселье, пьянка. А почему? Да потому что там проводят не только страшные приключения, а еще и праздники и свадьбы. Свадьбы в доме, где живут призраки и пока смерть не разлучит вас. Поздравляю. Я же просил так не делать. Вам было бы приятно, если бы я без спроса входил в вас. Вот так пускаешь в себя всяких незнакомцев, кожаные ублюдки. Ну да ладно, это все равно никому ничего не доказывает. Может быть призракам нравится тусить на свадьбах. Мы как бы не были призраками и осуждаем, да? Но даже по сей день этот дом вызывает у людей страх. На ютубе продолжает появляться видео на эту тематику. Снимаются фильмы и так далее. Ну что ж, мне кажется, пора во всем этом разобраться. Начнем. Вот что пишут на всех сайтах, где упоминается этот дом. Женщина по имени Сара Винчестер потеряла свою дочь сразу после ее рождения. Чуть позже она потеряла своего любимого мужа. Это очень грустная история, но все было немного не так. Да, она действительно потеряла свою дочь, но мужа она потеряла не чуть позже, а 15 лет спустя, но в любом случае это очень сильный удар. Читаем дальше. После смерти супруга Сара обратилась за помощью к медиуму в Бостоне, который с помощью спиритического сеанса смог установить связь с духом покойного возлюбленного. Дух усопшего сообщил, что все трагические события Сары связаны с местью падших от винтовки, созданной ее отцом. Ну на этом, наверное, можно и закончить. Какой-то медиум сообщил ей о призраках. Она была доверчива и одинока, поддалась, была обманута шарлатаном. Так я думал, когда читал эту историю, но то, что я узнал дальше не вписывается в мое представление о разоблачении. Этого медиума звали Адам Кунц. Эта информация появилась в 1967 году в книге «Выдающиеся американские призраки». Эту книгу написала Сьюзи Смит. Она вообще много всякого дерьма написала, которая не выдерживает критики, но даже если отбросить этот факт, нет никаких доказательств, что такой человек вообще существовал и что Сар Винчестер хоть раз была у медиума. В 1857 году в Бостоне был основан журнал, который назывался «Bunner of Light». Это мистический журнал, который был очень серьезно настроен. Там публиковались все имена существовавших на тот момент американских медиумов. Да, к сожалению было и такое, но даже там не было имени Адам Кунц. Неудачник сраный. Ну и дочитаем эту историю до конца. Чтобы избежать дальнейших проблем, вдова должна строить особый дом, в котором духи не смогут навредить ей. Прекращение ремонта грозило ей смертью. Да это же какая-то херня. Скажете вы, кто это вообще придумал? Ну для того, чтобы это понять, нам нужно отправиться в тот интернет, где мало кто бывал. В платный интернет. Так вот, я оформил подписку на газетные архивы, где перерыл все газеты, в которых упоминалась фамилия Винчестер. Поиски привели меня к газете 1895 года, с которой все и началось. Там говорится, что Сара Винчестер верит в то, что когда дом будет полностью достроен, она умрет. Возможно она открыла секрет вечной молодости и будет жить, пока дом будет строиться. Прикольно, блин, а откуда они вообще это взяли? Сара Винчестер никогда не общалась с соседями, никогда не давала интервью, поэтому людям приходилось придумывать истории самим. Да, конечно, очень весело было. Ты видел что-нибудь? Конечно видел. Тогда и я тоже видел. Прямо как мы в детстве проходите около старого дома и говорите другу, в этом доме живет колдунья и вообще она жрет детей и вообще у нее щупальца есть и кстати она зомби и нужно обходить этот дом стороной. Но вы прекрасно понимали, что вы мелкий врун, но вам не стыдно. Но все-таки 38 лет непрерывно строился дом. Правда ли это? Ведь это очень крутая легенда, закончишь строительство и сразу умрешь. Но нет, его строили 20 лет, пока в 1906 году не произошло землетрясение, которое разрушило три верхних этажа дома. Да, раньше он был семиэтажным и выглядел вот так. После этого его просто исправляли и ничего не достраивали. А еще стало известно, что все-таки исходя из писем Сары Винчестер, она по крайней мере один раз отпускала всех своих рабочих на целую зиму. Несостыковочка сраная и все это удалось узнать благодаря одному человеку. Мэри Джо Игнофо, историк из колледжа Де Анзо, потратила 5 лет своей жизни, чтобы написать единственную полную биографию Сары Винчестер, собирая по крупицам информацию о ней. В написании книги приняло участие очень много историков и библиотекарей, но главные факты были найдены в архивах музея Сан-Хосе. В интернете нет ни одной фотографии из этой книги, не даже этой самой книги. Она очень хорошо защищена от копирования, но ради полноценного расследования я разумеется ее купил. И ее читать было очень интересно. В своей книге она указывает, что собирала старые газетные вырезки, общалась с людьми, которые общались с людьми, которые когда-то работали в том доме. Короче это очень сложная схема и они говорят, что Сара Винчестер строила такой большой дом не для того, чтобы запутать духов, а для того, чтобы у рабочих в этом городе была работа. Оплатила она очень хорошо. Звучит странновато, да? Это же просто чьи-то слова. Ну а теперь найдем биографию Сары Винчестер и увидим, что она была филантропом. Она покупала дома своей семье, занималась благотворительностью. Она построила больницу и учредила фонд Уильяма Винчестера и вложила огромные деньги на борьбу с туберкулезом. А вот теперь слова историка не выглядят такими безосновательными, не так ли? Особенно если учесть, что отец Сары сначала был разнорабочим и очень часто не мог найти работу. Ну окей, а почему призраки и ее преследовали? В конце 19 века американцы вдруг начали чувствовать вину за то, что так истребляли индейцев. И вдруг это стало плохо и кто виноват? Конечно же производитель оружия. Самая тупорылая логика. Ну вообще-то так и произошло. В прессе начали обвинять Сару за все эти убийства. А потом вообще появился слух, что все, кого убили из этой винтовки будут бродить за ней до скончания времен. Будь ты проклят. Ты убил меня. Прости. Ну окей. Мне вот интересно, а если бы винчестер производил не ружья, а сосиски, ее бы преследовали те люди, которые когда-то ими подавились? Ну и мое самое любимое. В доме Сары Винчестер находятся окна и двери, которые никуда не ведут. Двери, ведущие со второго этажа прямо на улицу, лестницы, ведущие в потолки, лестницы в виде лабиринтов и подобная хрень. Мне вот это вот нравится, лестницы, двери. Одна лестница, которая ведет в потолок, одна дверь, которая ведет на улицу, одна лестница, которая в виде лабиринта. Вау, да хрена, прям загадочный дом. У Сары Винчестер вообще-то был ревматоидный артрит, поэтому по дому то и дело разбросаны лестницы, где ступеньки поднимаются лишь на пару сантиметров. Это не для того, чтобы запутать духов. Это для того, чтобы вообще перемещаться по дому. А всю эту хрень с лестницами и дверьми в никуда придумала тоже пресса. Они не подумали, что в 1906 году, когда было это самое землетрясение, когда упали верхние три этажа, некоторые двери и лестницы были просто перекрыты, потому что многие из комнат так и не были восстановлены. Они не подумали, что окна внутри дома когда-то были окнами, которые ведут на улицу. Просто дом постоянно достраивался. Что окна в полу раньше находились на крыше. Что дымоход, который ведет в потолок, раньше тоже вел на крышу. Но зачем нам эта всратая скукота? Давайте лучше расскажем, что она такими вот странными лестницами и дверьми пыталась запутать духов. Я серьезно сейчас. Многие люди думают, что она строила этот странный дом, чтобы запутать призраков. Извините, не подскажете, где выход? Пошел к черту. Новичок, ну ты нашел у кого спрашивать. Ты посмотри, им по сто лет и они до сих пор не знают, где выход. Сейчас мы быстренько. Призрачный маршрут построен. Туда. Я буду звать тебя Каспер. Почему? Просто. После этого, разумеется, появился слух, что Сара Винчестер общается с духами и даже для этого комнату специальную построила. Вот вы только на это посмотрите. Если вы поедете в Америку и захотите посетить этот дом, то гиды обязательно вам расскажут, что именно в этой комнате она вызывала духов. Но ничего удивительного. Спиритуализм, то есть общение с духами в конце 19 века было прямо вот на пике своей популярности. Детишки бежали после школы домой, чтобы быстрее поболтать с призраками, а родители им говорили, не играй ты долго с призраками, зрение посадишь. Вот же золотое было время. Но несмотря на то, что чуть ли не у всех была спиритическая доска, Сара Винчестер была тут вообще ни при чем. Если хорошо покопаться в зарубежных сайтах, то можно найти, что некая Генриетта Северс, личный помощник Сары Винчестер опровергает то, что в доме хоть раз проводились спиритические сеансы. Поверим без доказательств? Как бы не так. Книгу с биографией Сары Винчестер можно считать целым музеем. И мы находим, что действительно был такой человек, только звали ее не Северс, а Генриетта Севера. И она действительно опровергала заявление о том, что в доме Винчестеров проводились спиритические сеансы. Одной байкой меньше. Я доволен. Давайте теперь на секунду представим, что все историки врут. Заговоры и Сару Винчестер действительно преследовали призраки. И тем не менее это не помешало ей разъезжать по другим своим домам, которых было немало. У нее был плавучий дом в Берлингеме, дом в Атертоне. Вот еще один дом на Кантри Роуд. Вот еще один в Лос-Альтесе, который стоит до сих пор. Там то конечно призраки ее не найдут. Нет, нет, нет. Многие говорят, что она была затворником. Никуда не выходила, ни с кем не общалась. А вы бы как себя вели на ее месте. Невероятно маленький рост. Артрит, который с трудом позволял двигаться. Зубов почти нет, поэтому она часто носила черную вуаль. Это очень грустно, но тем не менее дома она не сидела. Вот страница дневника ее прислуги, где говорится, что она где-то катается и заезжает в свой большой призрачный дом раз в неделю. Сара Винчистер была очень хрупким, одиноким и добрым человеком. Она хотела всем помочь, хотела построить свой дом по собственным задумкам, а пресса сделала из нее сумасшедшую старуху. Уроды. Но есть ли в этой истории классический злодей? Конечно, Джон Браун, человек, который очень сильно хотел дом, но у него не было достаточно денег, чтобы его купить. Поэтому он его арендовал с возможностью покупки в будущем. Он его арендовал спустя полгода после смерти Сары Винчистер. И уже через два месяца дом был доступен как аттракцион с призраками. Вы только представьте себе, насколько он гад. Он просто услышал какие-то истории, связанные с этим домом. И, конечно же, знал, что это все неправда, потому что какое-то время там уже прожил. Но для всех остальных, для туристов, это, конечно же, самый страшный дом в мире. А почему? Бабки, бабки, сука, бабки. Конечно, бабки. Бизнес-то был крутой, он через некоторое время уже смог позволить себе выкупить целый дом. Он приглашал репортеров, которые, конечно же, писали о том, что там есть призраки и о том, что им хочется провести там Хэллоуин. Прилив новых туристов гарантирован. Ах да, чуть не забыл. 13 крючков для одежды, 13 окон, 13 свечей. Это же в любом случае странно. Если верить биографии Сары Винчестер, то плотник Джеймс Перкинс рассказал, что все эти отсылки были добавлены уже после смерти Сары Винчестер. Кем? Новым владельцем дома, разумеется. А в подтверждение этим словам выступает тот факт, что до 1929 года ни разу в прессе не появлялись статьи, где упоминалось, что в доме вообще есть число 13. Зато после того, как это туда добавили, спустя 7 лет после смерти Сары Винчестер, совершенно в каждой статье это тоже появилось. Но не только биография разоблачает фейки. Этим занимаются еще и люди, которым интересно, как работает паранормальщина. Известный скептик Джо Никелл в своей книге наука о призраках приводит свое расследование. В общем-то ничего нового вы там не найдете, никаких подтверждений того, что дом хоть как-то связан с мистикой. Да что там говорить, главный управляющий этого дома на протяжении 30 лет Шозо Кагасима, знаете, что говорит? Что он никогда не видел тут призраков и ничего не слышал, но он не против, что его подчиненные распускают о них слухи. Вот так вот бывает. Люди, которые большую часть жизни провели в этом доме и опровергают эту чушь. Но людям не нужна правда, потому что, как сказал один мудрец, правда не продается. Богатая женщина, которая ни с кем не общалась. Пресса сама выдумала эту чушь про нее и настолько сильно вдолбила в головы людей, что если ты захочешь узнать правду, потратишь 5 лет своей жизни на поиск хоть каких-то фактов в музеях и личных архивах. И даже при таком раскладе вы не обязаны верить мне и вообще кому бы то ни было. В любом случае всегда смотрите ссылки в описании и обязательно ищите информацию сами. Но вернемся к вестернам. Когда легенда становится фактом, печатайте легенду. Известная фраза из фильма 1962 года, человек, который застрелил Либерти Вэлланса. И ведь если подумать, мы с вами давно знаем, что дом Амитивилля не дом с призраками, что снежного человека придумали люди, что лохнесское чудовище это просто пранк, а ужастики основанные на реальных событиях это просто дерьмо собачье. Но это не мешает СМИ продолжать печатать фейковую информацию ради просмотра, а людям нравится все необычное. Я бы хотел, чтобы их начала интересовать правда, ведь иногда она даже интереснее выдумки. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Так что, когда вы поедете в этот дом, вы услышите кучу историй про призраков и страшные звуки, хотя гидам известно, что они сами эти байки и придумали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok